Это выглядело так, как человек, который стоит у себя на огороде и видит, что идет оползень величиной в два дома. Сергей Анатольевич уважает, что все ревни перед законом, а лавин трешечки ревнейше. Да вы своим варом свою полную несостоятельность показать хотите? Ты разумеешь, какие-то бред вообще? Четыре игрока, на которых могут и, скорее всего, поступают уже какие-то предложения. Очень хотелось бы услышать реакцию и Карпат, и самого Дубенчака на такой не очень красивый вчинок. Он как робот-пылесос, понимаете? Если не покопаться в инструкциях, то непонятно, что с ним делать. Всем привет! Центровая тема сегодня, естественно, топовый матч Заря Динамо. В глубине нашего анализа позавидует ваш проктолог. Будем говорить о других матчах Тура. И, ребята, сегодня историческое событие. Мы озвучим инсайт, который нам подарил, можно сказать, наш подписчик. Отвечая на ваши вопросы, поговорим о многих других интереснейших вещах. Это и Супряга, и Первая Лига, и Козловский. Вы узнаете, чем пахнет украинский чемпион мира. И обязательно оставайтесь до конца, потому что сегодня возрождение, возвращение славной рубрики. Ему нравится, как я это делаю. Что тут такое? Народ, как всегда, закликаем вас перейти за посиланием в закрепленном комментарии на сайт нашего партнера компанию Фанспорт. Это и перегляд матчев зробить цікавейшим, и поддержка нашего проекта заодно. И есть еще один альтернативный способ нас поддерживать. Вы очень часто начали писать в комментариях, чтобы мы запустили донаты. Мы подумали, почему бы не. Поэтому в описании под этим видео мы оставили номер карточки. Если хотите так, давайте попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Там же посилание на нашу сторинку на сайті Patreon. Можливо, вам удобнее так. Мы там будем какие-то плюшки для вас делать. Ставайте нашим патроном. Ну а найлегший способ нас поддерживать, это, конечно, ставить лайк этому видео и подписаться, кто еще не сделал, прямо сейчас. Давайте, конечно, начнемо с матча Зоря-Динамо. Матч был принциповый еще до его начала, потому что это матч, в котором обидвом командам нужна была перемога. Динамо для того, чтобы все-таки обогнати Зорю в очных встречах, если раптом будет ревность очок в конце сезона. А Зорі нужно было перемогать, как это не дивно, саме Динамо, потому что в матчах с другими конкурентами, как мы бачим на прикладе матчей с Александрією, ей набагато важнее. Поэтому где же по Зорі брать очки, если не в матчах с Динамо, правильно? Да, Лис, я действительно слышу то, что ты сказал сейчас. Абсолютно дикий матч, потому что после 60-ти минуты такое впечатление, что команды просто переодели. Причем они даже не поменялись формой, а просто одну из команд надели форму Манчестер Сити, а вторую форму, не знаю, Локомотив Ботев. Не знаю, вообще даже не знаю, кого еще оскорбить. Динамо, в общем-то, отказалось от высокого прессинга. Они играли средним, даже низким блоком в расчете на то, чтобы Зорі не могла контратаковать. Потому что у Зорі есть два футболиста, которые могут атаковать глубину, они очень быстрые. И это получалось, но очень редко. В чем были основные проблемы Динамо? Первое. Они позволяли Зорі играть между линиями. И вот как в этом эпизоде, когда был розыгрыш на третьего, и Попов выдернулся вперед, и Громов оказался на ударной позиции. Зорі пользовалась этим не очень хорошо. И, в принципе, мы увидели, почему Зорі в первых трех матчах вот этого вот посткарантинного периода забила только один гол с игры. Еще такой момент типичный для Динамо. Верховые навесы заканчиваются тем, что защитники ориентируются на мяч, и спокойно нападающие врываются, вклиниваются в зоны завершения между ними в створе. И момент Громова, лучший момент Зорі в первом тайме, это абсолютнейший вывод вот такого типичного для Динамо ситуации. Поэтому, так откинувшись на диванчик после первого тайма, я задал себе вопрос, как Динамо вообще собирается в этом матче забивать голы? И придумал только три ответа. Первый ответ, конечно же, стандарты. Зоря играла смешанную оборону, 4 плюс 3, 4 играли зону, 3 персонально. И первый же угловой, сразу голевейший момент, когда Шабана выиграл в воздухе, и Русин должен был на дальней штанге замыкать. Второй способ, это, конечно же, игра Цитейшвили, потому что Михаличенко играл иногда так высоко, что Цитейшвили оставался один против Чеберко, и там с его техникой, ну, как бы быть беде. И третий способ, пресловутая вот эта вот 14-я зона, из которой забивается больше всего гол в футболе. Скажем так, Зоря не контролировал ее на 100%, если бы Русин удалось зацепиться и сбросить там условно на Буяльского или на Андреевского, людей с хорошим ударом, то могли бы быть тоже проблемы. Других способов для Динамо, как забить гол, я не придумал. Выиграть не выиграем, но западло комусь по любому сделаем. Давайте разберемо найскандальнейшие моменты этого матча, потому что было, кажется, все, что можно только выгадать. Найсуперечливый момент, так, это решение арбитра после того, как он подавился Вар, когда порушил Киндзора. Вы знаете, все уже знают, что Вар можно смотреться в четырех случаях, и один из них это, когда есть подозра на червону карточку, прямую червону, не другая желтая, а прямая червона. Но арбитр после этого, как подавился, решил не давать червону, а дав желтую. Все удивились, что можно так. Честно, я сам не знал, что можно так, я впервые таке бачу. Но если верить протоколу работы Вар, то, в принципе, можно. Там сказано, что арбитр может вынести будь-якое, або измените будь-якое дисциплинарное решение. Я знаю, кто точно знал, что так нельзя делать. Алексей Михаличенко. Потому что, как только Балакин вернулся из просмотровой кабины и потянулся двумя пальчиками за карточкой, мы услышали характерный крик. Я думаю, он думал, что сейчас будет червона и начал на выпереджение играть. Так вариантов вообще не было. Нет, так если бы он знал, что будет желтый, Михаличенко бы заткнулся и сказал «Ой, класс, спасибо». В этом-то и парадокс, что абсолютно все знали, что после таких мероприятий не показывается желтая карточка. Поэтому Михаличенко уже понял, что будет красная. И мы услышали это восхитительное «Да вы своим варом свою полную несостоятельность показать хотите». Это очень, кстати, интеллигентная фраза для такой ситуации. Я думаю, что этот господин сказал бы иначе. Яки еще были моменты? Конечно же, это пенальтики привез Шабанов и вылучение Цверка. Но в этих двух эпизодах, я думаю, ни в кого нет никаких вопросов. Абсолютно 100% правильное решение работы. Даже у Шабанова и Цверка там нет никаких вопросов. Набагато более неоднозначными. Были два и другие моменты. Вы знаете про них, вы про них говорите, в камендах сейчас строчите. Это «Можливая рука Попова» и «Можливое порушение Махарадзе на Циганкове». Чому я говорю «Можливое»? Потому что я особо не возьму на себе сміливість стверджувати что-то в этих эпизодах. Я пытался подивиться, я передивлявся там, я не знаю, хвилин 10 обидва эпизода. И я не могу чітко побачить на этих повторах, что же там было. Оце, подякуйте, 2 плюс 2. Вот так они снимают, что ни хера не видно. Ему не сподобалося. Вибачте, піду різати вени. Меня с Поповым в «Заре», например, считают ключевым моментом игры. Более таким, скажем так, серьезным, чем потенциальное удаление кендзоры. Потому что если бы в начале матча «Заря» еще и Бюрченко забил пенальти не во втором тайме, а в первом, игра была бы другая. У меня есть маленький инсайт со стороны судейского корпуса. Значит, бригада ВАР, которая отсматривала этот момент в режиме «Здесь и сейчас», ни на одной из двух десятков камер, ну, как они сами говорят, не смогли однозначно обнаружить вот именно эту игру рукой. И, собственно говоря, это официальная отмазка. Хорошо, я не говорю. Мне показалось, что, в общем-то, та банальная камера, которая показывала по телевидению этот фрагмент, более-менее явственно намекает, что там рука была. Что касается момента с Цыганковым, я так понимаю, ты тоже вагаешься, да, как бы? Я тоже не можу там побачити на цих повторах. В динамике мне показалось, что это 200-процентный пенальти. Значит, когда мы начали смотреть повтор, то выяснилось, что Махарадзе после того, как Цыганков уже проткнул себе мяч, все-таки коснулся мяча. И Цыганков, ну, естественно, как все, наверное, помнят, в финал чемпионата мира 90-го года, когда сборная Германии забила за 10 минут до конца гол Аргентине. Там, по-моему, это был, по-моему, Клинсман, который понимал, что руки вратаря выставлены и красиво в них впечатался. Цыганков все сделал вот точно так же, но там я бы пенальти не поставил. Сейчас принято говорить, что ключевой момент матча – это поминальный звон, которым отозвалось перекладиного Родинамо после удара Юрченко буквально через несколько минут после первого его гола. Что, типа, 2-0? Ну да, я бы немножко тут обобщил. Там было примерно 5 минут при счете 1-0 в пользу Зари, когда Динамо инстинктивно пошло сравнивать счет, и у Зари как раз начали получаться быстрые атаки. И Заря могла забивать там три гола. Юрченко, Громов вышедший 1-1, отпустивший мяч от себя немножко далековато. И момент, когда Кабаев точно так же, как в конце первого тайма, на мой взгляд, запорол очень перспективную атаку в численном большинстве. Вот если бы гол состоялся в этом промежутке, ну коэффициенты на Динамо, которые изначально были 2, в отличие от почти 4 на Зари, были бы, наверное, 20 после этого. Суркис виноват. Суркис виноват. Суркис виноват, что Скрипник его ждал, вот, и все болячки Динамо его ждали. Скорее всего, идея была в том, чтобы, мне кажется, чуть-чуть насытить центр поля, потому что все знают, что Заря в центре поля, благодаря вот этого своего ромбика зауженного, она всех перекусывает. И у Динамо здесь были бы проблемы, поэтому Андреевский играл вообще практически вот так, он играл левого инсайда. Вербич не мог так играть? Ну, наверное... Может, через то, что он гирше в защите, ты можешь? Наверное, для баланса был нужен Андреевский, потому что был еще Цитейшвили, который все-таки играл так, да, он смещался тоже в центр, но он ближе к бровке держался. Это мое единственное объяснение, потому что состояние здоровья Вербича, в отличие от Цыганкова, которым, ну, как бы рисковать с первых минут было не очень умно. Ну да, тут я еще разумею. Вербич, по идее, мог играть с первых минут. Другое вопрос. Чему, ладно, если не Вербич, то почему, снова таки, Андреевский, а не Депена? Ну, мы уже говорили про это в минулом выпуске, ну, ну, как, ну, снова какие-то задумки, снова какие-то виды Депена, как гравца, который умеет только подавать, или что? Людина выходить, и каждый раз за свои 10-20 хвилин делает что-то ценно, не только на весы, а его все равно садят на лавку. Так это круто, когда есть такой человек, который однозначно может развить и усилить эту группу, да? Ну, если так спрацьовывает, дай Бог. Третий вопрос, это почему в перерве еще было зрозумяло, что нужно выпускать, как минимум Депену, а как максимум сразу этих трех. Перерва была довжиною в 45 хвилин, если кто-то не видел через эту шаленную сливу, ну, было же зрозумяло, что на этом поле технического футбола не будет, что нужно будет грузить сейчас мяч в штрафную и там бодраться, да? Ну, конечно, нужно менять Русина на Соля, до речи, я думаю, я не помню, он все-таки выпустил Вербича в напад. И, конечно, нужно Депену, который будет грузить цю передачу. Цего не сталося, он ждал до 61 хвилины, и хорошо, чтобы все так закончилось, но я боюсь, что мы бы тут говорили совсем про другого Михайличенко и критиковали, как бы не этот первый гол Динамо, который все сломал. Смотри, это же не товарищеский матч где-то в Турции с каким-нибудь Плоэшти, когда можно нарисовать себе на бумажке, что на 30 минуте я поменяю 8 игроков на 60, и выпущу еще 5. Я уверен, и более того, ну это практически можно считать инсайдом, что Динамо не планировала на 60-й минуте выпускать эту команду Дельту, которая вышла, и отряд кого там, самоубийцей, и все уничтожило. Тут еще такая важливая деталь, что Скрипник провтекал в этот момент, да? Он в этот период не делал замен, потом он выпускает Цверка, которая через 4 минуты не зарабатывает вылечения, и на этом уже фактически игра была сделана. Вы понимаете эту историю, когда Абухана первым же движением заработал на 90-й минуте пенальти в матче с Александрией? Что-то похожее, да. С другой стороны, я бы Скрипника сильно не хаял, потому что ну а кого там выпускать? Ну кого? Луньова, блин. У него очень короткая лавка запасных, и это может стать вообще ключевым, главным, решительным фактором в борьбе за Сребло. Это изначально главный фактор. Просто нужно понимать, что у Динамо скамейка команды с ресурсами, бюджетами и амбициями Лиги Чемпионов. У Зари скамейка команды с ресурсами квалификационного раунда Лиги Европы. Это надо просто понять раз и навсегда. Я с тобой абсолютно согласен, что реакция Скрипника на происходящее, точнее бездействие его, это вот еще один ключевой момент, уже третий в этой цепочке момент в игре. Скрипник понимал, что заменами он ничего не добьется, что и было доказано его действиями. Его единственный шанс был поменять рисунок игры в этой ситуации. То есть, ведь ситуация была какая. Когда вышли эти трое, Динамо создал три момента за пять минут. То есть, до этого команда там один шальной момент Русина был, да? А тут три момента за пять минут. Так, а что, Вин Мик взрубился? Физически было чувство, что сейчас будет гол. Это понимали все люди, которые смотрят футбол с пяти лет. Что ты взробышь? Расскажи. Первое, что можно было сделать. Взять мяч под контроль и просто не давать его сопернику. У Зари достаточно техничные... На таком поле? Вот, вот. И это единственная причина, почему они этого не сделали. Потому что брак пошел сумасшедший даже у Зари, который в первом тайме прекрасно в касании местами раскатывал. Так это не метод. Я согласен. Я просто, понимаешь, перебираю все варианты. Второй вариант был. Самый правильный вариант. Вот я не знаю, Александр Рябаконь бы выбрал бы второй вариант. Автобус. И вообще бы не парился. Конечно, нужно было садиться вниз. Динамо не та команда, которая даже при всех в мире здоровых цыганковых и вербичах спокойно решает такие вопросы. Скрипник выбрал самый энергозатратный, самый рискованный вариант. Продолжать, играть высокий прессинг. И проблема в том, что, ну, по идее, его погубил его вот этот вот идеалистический взгляд на вещи. То есть он надеялся, что его команда после карантина сможет 90 минут против Динамо по такому ужасу, по болоту просто, бегать и загонит их вообще там за Запорожскую область. То есть это выглядело так, как человек, который стоит у себя на огороде и видит, что идет оползень величиной в два дома. И он не берет стремянку и не залезает на самую высокую трубу. Он берет своих детей и вот так вот держит их за руки, как трус, балбесы бывало. И стоит в огороде и ждет, пока этот оползень его накроет. Но поет красивую песню. То есть это выглядит очень красиво, но это трагический финал истории. Все. Ты бы что-то понесла на этих метафорах. Давай конкретнее, что ты хочешь сказать. Давай конкретно. Посмотри, что стало происходить вообще со структурой игры в Зари, с компактностью. Первый гол. Ну, во-первых, то, что Цыганков выиграл воздух у Михаличенко. Это вообще Цыганков сыграл гениально. Он сделал предголевую передачу, он заработал практически пенальти, он заработал штрафную и забил гол. Цыганков выигрывает воздух. Где хваленая высокая линия обороны Зари? Где находились эти люди? Посмотрите, пожалуйста, сколько пространства у Вербича и у Буяльского. Они получают мяч. Вонесение не контролирует опорную зону. И здесь, конечно, нужно отметить. Лучший игрок года в Динамо с большим отрывом – это Виталий Буяльский. Что происходит? Он обыгрывает один в один Абухану, который, наверное, быстрее его. Буяльский с мячом. За счет гениального первого касания. Самое сильное техническое место в игре Буяльского. Второй гол. Продолжается эта комедия с нарушением компактности. Тымчик, вроде бы, играет с Депеной. Вот так вот его держит. Идет передача на третьего. Тымчик забывает про Депену. И главное, что между двумя центральными защитниками Заря образовывается пространство в 20 метров. Компенсировать это пространство с условием того, что Тымчик уже не непрерывен, он остановился, может, только его несение. И его несение не успевает. Вот показатель того, что у людей просто кончился бензин там на какой-то 70-й минуте. Ну и главное вопрос. После этого матча, или Динамо стало теперь фаворитом в борьбе за Сребло? Потому что еще два тури назад Динамо была четвертая, Заря другая. Теперь, опять же, Заря четвертая, Динамо другая. Да, Динамо фаворит. Скамейка, выздоровевшие лидеры, прекрасная форма Буяльского, которая убеждает меня даже больше, чем то, что вернулись Цыганков, и будет играть Вербич. Наиболее сбалансированная по составу получается на данный момент команда. Хотя, конечно, не без слабых мест. Это говорит человек, которая в этой студии сказала, что всех она витает. У нас появилась третья сила в чемпионате, и это Динамо. Сейчас 100 начнет смеяться. Ну и не можем не поговорить про информацию Трибуны, которая появилась цего тижня, что в Зуре настолько плохо все с финансами, что она может прекратить свое существование, если не потрапить в Лигу Европы. За нашу информацию, Єдлер все-таки дофинансовывает Зурю. Не много, совсем трешечки, но все-таки он это делает. Гроши в нього есть, он даже в своей декларации записал, я нараховав, у всех валютах 7 миллионов долларов, а мы понимаем, что на самом деле там еще больше. Но, конечно же, этого недостаточно, чтобы полностью финансировать Зурю, поэтому, логично, если Зуря не потрапит в Лигу Европы, будут проблемы. Просто я не думаю, что дейдет прямо до какого-то сникнение клуба. У нас нет, наши джерела не подтверждают эту информацию. Мы думаем, что просто Зуря будет использовать другие возможности, как она делала это все годы, уже остальные. Она будет продавать футболистов. На самом деле у Зари даже сейчас все не так плохо. Недавно команда получила в полном объеме деньги за март. Что касается футболистов, то да, есть, по моим подсчетам, скромные четыре игрока, на которых могут и, скорее всего, поступают уже какие-то предложения. Это Михаличенко, это Иванисения, безусловно. Я думаю, что Чеберка и Кочергин тоже в этом, скажем так... На данный момент, ну, это суммы где-то до миллиона, может быть, полтора, так, чтобы реально было. Хотя, если команда проявит себя в Еврокубках, то, конечно, эта сумма вырастет. Другое дело, что да, сейчас у Зари стоит задача попасть в групповый турнир Лиги Европы. Для этого надо занять третье место в чемпионате и молиться на Динамо, чтобы оно выиграло кубок. Если этого не случится, то придется деньги получать из других источников. Какие это источники? За Вилена Гомеса, бразильцы еще должны денег, и там идут какие-то судебные процессы. Ну, и два транша за Караваева. И, по нашим данным, это порядка чуть менее миллиона долларов. Это то, что Динамо за два раза должно еще выплатить заряд. Давайте про матч Колос-Шахтар. Але главная тема цього матча не сам матч, а те, что трамувался Исмаиле. Он пошкодил передние хресты и фактически на полчаса выбыл. Я думаю, что это не только потеря для Шахтаря в плане игры, в плане силы на этот сезон, а и потеря 20-30 миллионов евро. Потому что после такой травмы и через такой час, когда он восстановится, когда он вернет свою форму, его уже не продаж за такие деньги. Учитывая то, что Эдуард Соболь 10 дней назад продлил срок своей аренды еще на год в Брюге, и у Брюге есть право выкупа, которым, скорее всего, команда воспользуется, если не этим летом, то, возможно, следующим, то у Шахтера прям созрела большая, большой фурункл проблемы на левом фланге. Мы ожидали сегодня, возможно, Болбота, который играл против Руха. Но все-таки я думаю, что Каштру будет отдавать предпочтение левоногому Сиприану на этой позиции. Сиприану брали как вингера. Он очень неплохо смотрелся в матчах за молодежную команду. Парень техничный, скоростной, очень хорошо убегает на открытое пространство. Но это другая позиция. Почему Сиприану? Не суперубедительная игра сегодня была. Он играл вместе с Коноплянкой на одном фланге. Я думаю, что это все-таки не оптимальная связка с левого Шахтера. Но игрок, который лучше все-таки, чем Сергей Болбот, работает на атаку. А для Шахтера, по крайней мере, в УПЛ, это более важно. Я не вижу в нём ничего особенного. Оскільки за ним смотрю, ты говоришь, что он технический, скоростной и так далее. Я не вижу там ни техники особенной, ни швидкости, как в ДОДО, например. Ни какого-то розума, знаешь, тонкой какой-то игры. Он абсолютно никак. И мы же его только в защиту не играли. Потому что он же перенавченный в защитника, насколько я понимаю. Он был певзахисником. Он был атакующим полузащитником. Он играет сейчас примерно так, как играл ДОДО, когда его только взяли в Шахтер. Вот примерно на таком уровне. Я думаю, что я гирше. ДОДО сразу выделялся своей тупостью, так, но и своей швидкостью. Ты понимаешь, люди, которые видели Сиприану за У-21, правда, естественно, не в защите, а в полузащите, говорят, что он был лучшим практически в каждом матче. То есть там потенциал большой. Плюс Сиприану, по сравнению с тем же Фернанду, который сейчас его пробует в атаке, Сиприану более ментально зрелый, так о нем говорят. То есть это более обучаемый игрок. То есть в нем видит игрока, который сможет быстро с помощью своего интеллекта понять, чего от него просят. Вопрос в том, хватит ли у него оборонительных скиллов на уровне Лиги Чемпионов. Сложный вопрос. Ты, кстати, узнав, что Сиприану грав на одном фланде с Коноплянкой, нужно об этом отметить, что Коноплянка вкотре провел абсолютно никакой матч. Это твой любимый тезис. Ну, я уже не знаю, мне шкода, это реально один из любимых игроков... Эпохи. Да, мой. Но я не могу на эти муки смотреться. На человек ничего не выходит. И это против Колоса, народ. Что касается гри, нужно отдать належный Колосу. Я смотрелся, как они обороняются. Эта схема 4-4-2 при оборонении, они настолько четко держали эти линіки, что были вражены, как они какими-то нитками связаны. И это же работало, потому что Шахтар очень тяжело створил моменты и забил лишь один мяч. Тут, конечно, нужно отметить генея Марлоса, в который после карантина мы про это говорим. Такая передача, ну, это просто цикерочка. Ну, и исполнение, такая вишенка на цикерочку. Ну, конечно, конечно, левая нога, это божественное исполнение. Больше того, Колосу респект за то, как команда делала, когда пропустила. У нас большинство команд, несмотря на то, что они уже програют Шахтарю, далі стоять в своей штрафной, чтобы просто не отримать 0-6 или 0-10. Колос пішов вперед и створил несколько, но очень хороших моментов. По великому рахунку, Колос мав бы забивать, я бы так даже сказал. Ну, и еще один такой интересный момент с этого матча, это Сергей Палкин на трибунах стадиона без маски. Так, мы тоже тут сидим без маски, но все-таки у нас нет такого жесткого протокола медичного від Министерства охороны здоровья, як є в матчах премьер-лиги. И чомусь Сергей Анатольевич вважає, що всі рівні перед законом, але він трішечки рівніше. Как би там ни было, Шахтеру осталось одержать одну победу, чтобы завоевать золото. Следующий матч с Александрією дома, ну, номинально дома. И ох, здаётся мне, что вот эта вот серия Александрії, когда несчастный Панькев уходит с поля с набитой авоськой, может вполне продолжиться. Но я знаю правду. Ситуация необратима. Четвертый и пятый его асист в цьому сезоні УПЛ. Вы знаете, что он наш чемпион світу. Один из небольших, кто регулярно грает в основе клуба УПЛ. Тому вот такой приятный момент есть. Ну и как подсумок, я думаю, что Александрія выбивает не только, ну, это понятно, после 1-5 от Динамо и 1-5 от Дисней, не только сгонки за серебро, а, я думаю, и сгонки за бронзу. Всё-таки Александрія без функционального состояния – это совсем другая команда. Наступный матч – Мариуполь-Ворскла 1-1. Ну, что тут сказать. Ворскла выглядела трешки солиднейше. Намагалась играть больше первым номером, забыла. Ну, а уже второй матч поспель не втримала перемогу. Прямо шкода ей трохи. Отметим очередной содержательный матч по атаке Олимпика, который обыграл Львов 2-0. Отметим дубль Максима Тейшейра, футболист, по которому у меня было очень много противоречивого фидбэка, потому что там Слава Шевчук говорил, что это прям там талант. Другие люди мне говорили, что там не хватает мастерства исполнительского. Ну, Тейшейра блеснул. Один левый, один правый. Два веселых гола положил в этом матче. И, по сути дела, это тоже была игра за шесть очков, только в противоположной, так сказать, части таблицы. И Олимпик вытеснил Львов на предпоследнее место. И отрыв от Карпат увеличился до восьми очков. Не очень хорошая новость для команды Санжара. Но мне кажется, это может быть ужасающей действительностью. До речи, про Карпати. Ось обещанный нами инсайт від нашего глядача Ореста. Он прислал нам фотографии, на которой мы видим захисника Карпат Дубинчака, который гуляет по центру Львова разом со своей девушкой без маски. А мы знаем, что Дубинчак официально это признано. И он сам признавал в него позитивный тест на коронавирус. То, что на фото сам Дубинчак доводит татуирование на его правой руке. Ну, а то, что это не старая фотография, это мы уже сами разбиралися. Отримали оригинал, перевірили фото, сделанное на шостий айфон в суботу цю в 14.38. В принципе, ничего жахливого, какого-то великого криминала в цьому немає. Потому что он сдал позитивный тест на коронавирус 17 дней в том. То есть 14 дней карантину необходимого уже прошло. Но я не видел ни от Карпат официально информации, ни от самого Дубинчака в его инстаграме, чтобы он где-то сказал, что он сдал еще раз тестирование, и он уже официально не хворий. Поэтому, конечно, мы от него не требуем, чтобы он сидел где-то на самоизоляции. Но, камон, ну, если ты уже кудись выходишь гулять, то можно принаймні маску надеть? Ну, и не идти в самый центр города, или если в кафешку не зайти, не посидеть, то померешь. Дуже хотелось бы почути реакцию и Карпат, и самого Дубинчака на такий не дуже гарний вчинок. Поехали до ваших питань. Почнемо с першої ліги. Вы дорикаете мне, что я, наверное, не так, как УАФ собирается взорвать догрование першої ліги, а вот вышло так, что, насправді, Павел Кочутли не всех врятовал, и перша ліга будет догроваться. Дивите, мы уже писали про это на своей странице в Фейсбуке и в Инстаграме. Подписывайтесь на соцмережі та то таке. До речі, еще раз вас закликаю. Мы писали про то, что ситуация получилась очень дебильная. ПФЛ, вы же знаете, приняли решение догровать все-таки чемпионат. УАФ не затвердила спочатку это решение и сказала клубам еще раз зібраться. Клубы еще раз зібрали, но уже был Андрей Павелко на этом зібране. Приняли те же самое решение, ну, почти без одной детали. И тут виконком затвердює це решение. Ну, какой смисл был у ПФЛ еще раз збираться? Тобто, это або дебилизм какой-то повный, в что я не верю. Або? Або, за мою информацией, дійсно УАФ збиралася зірвати это догрование. И вот эта вся реакция такая шалена, ингульция, оболоня, погроза, что они підуть в суды и так далее, что они это не спустят. И потом, когда подключился Игорь Суркес, вы знаете, что мы брали в него интервью, и он нам это сказал про первую лягу, что он поддерживает догрование, и очень жестко выслушился с этого привода. То УАФ так почухали голову и подумали, может, не варто нариваться. И решили спустить все на гальмах. Это же может быть и фейковая информация. Вопрос от Александра Рощина. Есть ли у вас информация про возвращение в Динамо Супряги, Булецы и Леднего? Ну, по поводу Леднего и Тимчика информация официальная. Я тут ничего говорить уже не буду. Что они повертаются? Конечно. Супряга и Булецы – это другая история. Опять-таки, по моей информации, тренерский штаб Динамо сейчас реально в последнюю очередь думает про Супрягу и Булецу. Есть задачи более важные. У тренеров Динамо есть определенные сомнения в том, что Супряга может реально помочь Динамо. Проблема может быть в какой-то степени его обучаемости. И Михаличенко может быть считать, что Супряга не подойдет для этого футбола. Ну да. Супряга – игрок, мы знаем, такой более для контратакующей команды, чтобы был простор. Хотя сейчас в Днепре его переучивают, скажем так. И, скажем, в той же игре с Зарей, допустим, где Русин выполнил те же функции, Супряга мог бы быть полезен. По Булеце другая история. Булеца очень интересный игрок, своеобразный такой штучный товар, но специфический. Он как робот-пылесос, понимаете? Если не покопаться в инструкциях, то непонятно, что с ним делать. Но если там все установить, приложение на телефон, то прямо будет все зачищать. Красавец. Так Днепро хочет их залышить? Однозначно хочет, насколько я знаю. Супрягу может быть даже и на постоянной основе. То есть тут история такая, что на самом деле мяч на стороне Динамо. То есть у Динамо инициатива в вопросе Супряги. Но для того, чтобы эту инициативу реализовать, Динамо нужно немножко поднапрячься. Так мне объяснили. Финансово, я думаю, поднапрячься. То есть, скорее всего, дело Супряги будет решаться в очном разговоре двух руководителей клубов. Я надеюсь, что мы услышим его в Ютубе, этот разговор, потому что все хотели бы послушать, как это будет выглядеть. Ты понимаешь, какой это бред вообще? То есть Динамо отдало гравца в оренду, и теперь, чтобы его вернуть, мое заплатить что-то? Это украинский футбол детка. Ну да, в принципе. Я постоянно забываю, что это Игорь Суркес и Игорь Коломойский. Мы родственные души. Просто спросту, або подтвердить чутки про интерес Карпата и Александрії до Марьяна Шведа. Ну, дивіться, что я знаю. Марьян зараз у Львові, уже давно. Він тренується индивидуально. Про какие-то моверные варианты из Украины взагалі не идется. Ніхто их не рассматривает, никто там ничего такого не обговорю. Есть конкретные пропозиции из высших дивизионов Бельгии, Испании. И его хочет Реброф, если остается в Ференцвароше. Но пока что наибольший моверный вариант – это Бельгия. В любом случае это не будет решаться сейчас. Потому что сезон не закончен, трансферное векло не открылось. Поэтому, в принципе, все может измениться. Ребята, фантастический вопрос, он держит меня в этой студии. Евгений Маланко спрашивает, чем душатся Георгий Цитайшвили? Очень уж хорошие духи. Блядь, это ты пытанием выбрал. Я понимаю, что Евгений, судя по всему, мужчина. Меня очень удивило, что он так как-то умудрился принюхаться к Георгию Цитайшвили. Прям вот нюх, как у собаки. И так ему понравилось очень. Но для нас нет ничего невозможного. Мы реально узнали, чем душатся Георгий Цитайшвили. Значит, Георгия – целая линеечка духов. Там Кристиан Диор, Дольче Габбана, Крит. Но самые его любимые духи, про которые, наверное, говорит Евгений Маланко, это Том Форд Кафе Роуз. Как-то так она называется. И 100 миллилитров этой потрясающей шняги стоит 200 долларов. Сам Георгий говорит, что духи очень стойкие и вкусные. Ну, вкусные, я имею в виду, не... Вы поняли? Вот так. Чего вы смеетесь? Чего вы смеетесь? Денис Миронович просит прокоментовать идею Козловского про объединение чемпионатов Украины и Польши. Ну, дивіться, народ, я звик конструктивно відповідати, і я б тут міг розмірковувати на тему, як Маріуполь буде добиратись до Щецина, там, 2000 кілометрів, наприклад, або як будуть фанати Карпат і Легії дружньо сидіти за пивом і обговорювати подвиги Степана Бандери. Ну, але я не буду цим брядом займатися, не в цьому випадку. Мені здається, що в Козловського почав їхати ДАХ від власної величі, тому він таке пропонує. Ну, або його покусав Газаїв. Друзі, ввозвращение легендарной рубрики «Шо ТОТОКЕ». Ми задаємо вопрос, первый, кто ответит, получит футболку с, как це називається правильно, мерч, да, це називається у вас, молодих людей, мерч от ТОТОКЕ. Итак, вопрос от мене, не гуглите, не стирайте подушечки пальців, вони вам понадобятся для більш приятних вещей. Шо? У каждого своїй версії, ви понимаєте. А шо, ти бувнувайся, я расскажу? Я потом тебе скажу. Итак, вопрос, друзі. Один український герок, фамилию которого я не буду называть, з етичих соображений, перешов в зарубежний клуб. І вскоре почав активно нарушати режим. Решение о непродлении с ним контракта директор клуба объяснил так. Ми думали, що приобретаємо локомотив. А приобрели... Закончите фразу директора этого клуба. Бредодіно. Друзі, ми вже закінчуємо монтаж інтерв'ю з Ігорем Суркісом. Плануємо видати десь в середу ввечері, так що обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Увидимся. Я вже тебе заєбав, чи що? Що ти таку рожу горчаш? Я медитирую. Ромчику, Любий, в нас запис йде. Зараз, зараз сидимо в студії. Дякую. Ми дуже дякую, Сергій привід передає. Так. Давай, обіймаю, пока. За що? Бебі хумала стрім з нами ділят. Нужно позвонити прямо в розгар сьомки. Ох, розошов. Поваліло, штапи. Ось щас, тепер… Ну, понятно, да, ребята сходили з Уркісом. І от у Динамо-фаворит. Тепер визаїв Динамо, да? Да. Ренат Леонидович, простите нас, пожалуйста, грешних. Не заебуй своими гаражами, на меня теперь акцент давить, мне что запізниться в гараж, треба швидко сказать, сейчас он меня выедает, как я тебя выедаю, сейчас ты меня выедаешь. Я понимаю, что у тебя в комфорт-тауне уже нет шанса припарковаться, ты там где-то около Дарнинского вокзала припаркуешься, ну давай.